Мне доставляет большое удовольствие приветствовать премьер-министра Грузии, господина Иракли Гарибашвили, приглашая его выступить с сообщением Генеральной Ассамблеи. Господин председатель, уважаемые делегаты, Ваше превосходительство. Для меня большая честь вновь выступить в Генеральной Ассамблеи, сейчас, когда мы отмечаем 70-ю годовщину основания организации. Эта возможность дает мне подумать, возможность подумать над нашими достижениями и признать те вызовы, которые еще остаются в деле достижения мира безопасности и прав человека у себя в странах и за рубежом. Грузия – небольшая страна, но с большим сердцем и еще большими мечтами. Грузия устремлена вперед и находится на верном пути. Наш путь ясен и наше будущее светло. На этой неделе Всемирный банк выступил с важной инициативой. Он выпустил свой новый доклад по управлению. И я с гордостью отмечаю, что Грузия в числе лучших по глобальному прогрессу в отношении всех шести пунктов. С 2012 года Грузия продвинулась на 13 мест по нормативному качеству, 16 мест по подотчетности, 19 мест по верховенству права и 23 мест в области стабильности и эффективности правительства, 23 мест в области борьбы с коррупцией. Это свидетельство решения нашего правительства укрепить верховенство права и свободу СМИ, создать современную экономику и продвинуть нас по пути доверия. Два десятилетия тому назад Грузия была изолированной страной, разоренной гражданской войной с немногими функционирующими в государственном учреждении. Сегодня мы пишем новую страницу в истории нашей страны. Грузия – это современное динамичное государство. В следующем году мы будем отмечать 25 лет с момента повторного обретения независимости, свобода, беспристрастность и справедливость в крови нашего народа. Грузинский народ привержен верховенству права, защите прав человека и демократическим ценностям. Мы будем идти и дальше по пути реформ. Это единственный путь, ведущий к миру и процветанию. Мы будем двигаться вперед с той же решимостью, которая тысячелетиями была присуща нашим предкам. Наша страна впитала в себя принципы Устава ООН. Эти принципы определяют наше демократическое развитие. Мы быстро усваиваем и быстро учимся в духе международного сотрудничества. Поэтому от имени всех свободолюбивых грузин я благодарю ООН и все свободные народы за постоянную поддержку моей страны. Сегодня Грузия ответственно связана со всем миром и семьей наций. Мы привержены демократию и правам человека, устойчивому развитию и обещанию мира. Мы создаем зрелую демократию, создаем экономику, определяющую рабочие места, несмотря на непростые региональные угрозы в области безопасности. Наш европейско-атлантический путь отражает глубокую приверженность Грузии европейским ценностям и идеалам. Европейская интеграция оказалась мощным стимулом для спокойного сотрудничества между европейскими государствами и их соседями. Одно из наиболее важных событий имело место в июне 2014 года, когда я подписал соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Являясь частью Европы, Грузия станет частью пространства мира и стабильности, которые только в интересах наших граждан и сделают нас более безопасными. За последние несколько лет мое правительство и наша страна достигли прогресса во всех областях политики. Мы разработали социальный договор, вознаграждающий труд и предприемчивость, в то же время предоставляя сетку безопасности для тех, кто нуждается. Несмотря на сложные экономические тенденции, мы разработали программу национального здравоохранения и удвоили объем социальных услуг. Еще одна важная инициатива – мы спасем свыше 200 тысяч жизней в результате новой и творческой кампании по борьбе с гепатитом оси. Мы укрепляем нашу демократию. Наш народ требует и заслуживает прочной демократии и ответственного правительства. Мы создали систему управления, которая сейчас более транспарентна и более подотчетна перед людьми, чем когда бы то ни было. Но мы не остановимся на этом. Необходимо делать больше. Президентские выборы 2013 года и местные выборы 2014 года оценены внешними наблюдателями как свободными и беспристрастными. Я так горжусь тем, что в прошлом году мы приняли первую всеобъемлющую долгосрочную стратегию по правам человека и приняли новый закон по борьбе с дискриминацией. Мое правительство стремится обеспечить права человека для всех наших граждан. Наряду с открытым и свободной демократией действует и свободный, и открытый рынок. Экономическая свобода является центральным компонентом нашего плана по развитию. Мы стремимся создать экономику, укрепить наши учреждения и управление, предоставить дополнительные рабочие места нашему населению. Мы стремимся к тому, чтобы Грузия была удобным местом для ведения бизнеса и привлекала бы иностранные инвестиции. С 2014 года мы создали дополнительно 900 тысяч новых рабочих мест во всех секторах, включая сельское хозяйство, производство, туризм и энергетику. Грузия – это удобное место для бизнеса. Иностранный и иностранный местный бизнес действуют в конкурентном окружении и гарантированы частные права. Всемирный банк считает Грузию, занимающую 15-е место среди стран, где лучше всего работать предпринимателем. В 2014 году мы на 87% нарастили наши прямые иностранные инвестители. Это самый большой рост с 2007 года. Грузия также стала основным местом в привлечении туристов и международных предприятий. У нас есть все – прекрасные пляжи, великолепные горные ресурсы, кулинарные традиции, вина, исторические пункты. В августе мы провели у себя два мероприятия. Это Молодежно-Олимпийский фестиваль и Кубок ЮЭФА. Это лучше, чем конфликты. Я хотел бы воспользоваться данной возможностью для того, чтобы пожелать успеха нашей национальной команде Рэбби, которая завтра встречается с Новой Зеландией в рамках Всемирного Кубка Рэбби. Мы гордимся вами. Еще одна область национального развития – это образование. Я лично знаю ценности хорошего образования и изучать за рубежом. Я хотел бы, чтобы наши молодые люди получили те же самые возможности. В этих целях мы запустили у себя новую программу, в соответствии с которой наше правительство будет предоставлять финансовую поддержку для наших студентов, изучающих за рубежом. В ответ они должны вернуться домой и использовать свои навыки в интересах нашей страны. Для тех работающих грузин, которые не могут путешествовать за рубежом, мы хотим обеспечить первоклассное образование внутри страны. Я хотел бы с гордостью сказать, что мы недавно совместно с американским «Миллениум Челлендж Корпорейшн» разработали новые программы сотрудничества. Сейчас грузинские студенты могут получить, не покидая страны, диплом инженера Государственного университета Сантьяго. Но перед нами есть еще вызовы в области безопасности. Выступая последний раз в ООН, я выразил сожаление, что Российская Федерация подписала так называемые договора по интеграции с Сухуми и Цхинвали. Россия продолжает незаконно расширять свой контроль над суверенной грузинской территорией. Я осуждаю эту ползучую аннексию и пренебрежение России международным правом. Трагическим результатом этого является тот факт, что местное население на оккупированных территориях Грузии лишено основных прав свободного народа. Свободные власти недавно приняли дополнительные меры по ограничению грузин учиться на своем языке, ограничивать свободу передвижения и попирать основные права свободного народа, равны как надежды и чаяния сотен тысяч жертв этнических и чистых, которые имеют возможность вернуться в родные дома. Я хотел бы вновь подчеркнуть важность резолюции по статусу ВПР и беженцев в Абхадии и Цхинвали, Грузии, который принимается ежегодно Генеральной Ассамблеей. Боль от этого конфликта вполне реальна. Расчленение глубоко. Со временем 2012 года наше правительство предоставило жилища примерно 10 тысяч внутренним перемещенным семьями с оккупированных территорий. В этих условиях продолжающаяся российская оккупация, тем не менее, наше правительство намерено продолжать ответственные прагматические отношения с Российской Федерацией. В этих целях мы предприняли целый ряд конкретных шагов для того, чтобы продвинуть торговлю, транспорт, коммуникации, гуманитарные контакты и туризм, когда это возможно с Россией. Я хотел бы четко сказать следующее. Отношения с Россией не могут осуществляться за счет нашего суверенитета и территориальной целостности. Я надеюсь, что Российская Федерация в конечном счете выполнит свои международные обязательства, включая соглашение о прекращении дня от 12 августа 2008 года, и будет действовать как ответственный член международного сообщества. В то же время, я хотел бы вновь подтвердить нашу решительную приверженность к мирному решению этого конфликта на основе основополагающих принципов международного права и устава Организации Объединенных Наций. Я хотел бы теперь обратиться к абхазскому и осетинскому народу. Мои братья и сестры, я твердо уверен в том, что никто не в состоянии переписать историю и стереть наше общее прошлое. Любые попытки прерваться в нашей связи и разделить наши народы обречены на провал. Вы вскоре воспользуетесь растущей грузинской экономикой и нашей ассоциацией с Европейским Союзом, включая растущую торговлю и либерализацию в отношении ВИСа. Путь истории – это путь дальнейшего сотрудничества, интеграции и процветания. Когда мы работаем совместно, мы добиваемся успеха и выгоды. Недалеку тот день, когда это будет наше совместное процветание. Ваше превосходительство, несмотря на эти проблемы, наша страна стремится содействовать международному миру безопасности, устойчивому развитию и экономическому процветанию. В прошлом году я имел честь объявить на Берне Грузии создать форум «Шелковый пути». Сегодня я горд сообщить, что эта идея реализована, и через несколько недель мы будем принимать у себя первый в истории форум такого рода в Тбилизи. Наше местонахождение – это перекресток пути между Востоком и Западом. Это подчеркивалось на ежегодной встрече Европейского банка по реконструкции и развитию и первой встрече у Азиатского инвестиционного инструкционного банка. Открытие «Шелкового пути» – это важная возможность углубления экономических и культурных связей между Азией и Европой. Разработать более прочные отношения с Китаем. Открытие новой возможности. Этот район – две трети мирового населения и 60% ВВП. Я убежден, что Тбилизиский «Шелковый форум» открывает большие возможности поощрения сотрудничества и региональной интеграции. Я хотел бы также высказаться по недавнему соглашению «5 плюс 1», достигнутой с Ираной. Грузия надеется, что этот процент позволит двигаться в позитивном направлении и будет содействовать укреплению и экономическому развитию в регионе. Грузия неоднократно демонстрировала, что она готова сделать больше, чем свою долю в том, что касается поощрения безопасного международного окружения. Наша страна содействовала, выделила после Соединенных Штатов товро и позначенции число войска для миссии по поддержке в Афганистане. Наши солдаты – одни из лучших в мире. Мы гордая нация. Мы чтим их. Я хотел бы почтить всех мужественных грузин, которые служили нашей нации и отдали свою жизнь за дело мира и свободы. Вклад нашей страны в дело безопасности не останавливается на этом. Грузия также поддерживает усилия ЕС в области миротворчества, включая тот факт, что мы являемся вторым по значимости страной, предоставляющей военные войска в Центрально-Африканские републики. Ключевой элемент нашей безопасности – это евроатлантическая интеграция и укрепление отношений с НАТО. После проведения саммита в прошлом году НАТО согласилось предоставить нам значительный пакет практической поддержки вооруженным силам Грузии и сделать нас более тесным сотрудником. Недавно мы открыли у себя новый Центр по подготовке и оценке в Грузии. Там грузинские военные будут получать подготовку по стандартам НАТО. Мы также наращиваем военную подготовку и с другими союзниками по НАТО. Устав ООН, принятый 70 лет тому нагад, ставил себе целью положить конец хаосу и создать лучший мир. Сегодня мир по-прежнему сталкивается с беспрецедентными вызовами, для решений которых необходима политическая решимость. Мы должны реформировать международные организации для того, чтобы они соответствовали потребностям сегодняшнего дня. Мы поддерживаем межгосударственные переговоры по реформированию Совета Безопасности для того, чтобы повысить эффективность ООН в кризисных ситуациях, как это предусмотрено Уставом. Растущие роли малых государств в Совете Безопасности, недопущение злоупотребления правом ВЕТА и усовершенствование рабочих методов должны лежать в основе процесса реформирования. Я хотел бы выразить надежду на то, что 70-е годовщина ООН послужит нам напоминанием о том, что мы должны твердо придерживаться принципов, отраженных в Уставе ООН, целей мира и стабильности по всему миру. В заключение, я хотел бы закончить тем, с чего я начинал. Наш путь ясен и наше будущее светло. Хотел бы поделиться своей мечтой о Грузии. Я вижу страну, где каждый молодой грузин, каждая грузинка будет получать качественное образование, что даст им возможность использовать все свои данные Господом таланты. Я вижу страну, где люди свободны от страха, что у них нет здравоохранения и нет ресурсов для того, чтобы защищать свою семью, свое будущее и свои условия жизни. Я вижу процветающую Грузию, которая использует свое географическое местонахождение в качестве перекрестка дорог между Востоком и Западом, севером и югом. Я вижу прочную, гордую страну, посвящающую своей силе укреплению мира среди соседей и почащую торговлю. Я вижу страну, которая живет в условии выполнения своей ответственности, в качестве граждан мира. Давайте же вместе пойдем к этому светлому будущему для грядущих поколений. От имени Генеральной Ассамблеи я хотел бы поблагодарить премьер-министра Грузии за его сообщение и прошу протоколу сопроводить.